Всем привет! Настало время очередного обзора и сегодня он будет на командирский штурмовик Shark. Как и все DLC, корабль имеет хороший набор бонусов, самым полезным из которых будет увеличение дальности аур. Спецмодуль. Окружает корабль щитом, поглощающим урон, расходуя при этом энергию. Отличный аргумент в перестрелке. Вооружение. Лучшим вариантом будет пушка Гаусса с разрывными боеприпасами и электромагнитной ракеты. Боковые двигатели помогут более комфортно качать противника из-за укрытия. Аварийный барьер даст ту секунду жизни, которой часто не хватает, чтобы уйти из-под огня или прожать сейвы. На корпус обязательно устанавливаем динамическую защиту и кристаллические пластины. Если пластин нет, то хорошей альтернативой будет тяжелая обшивка. Из боевых модулей оптимальными будут ремкомплект, поляризатор покрытия и система Валькирия. Если вы летаете в звене с инженером и уверены в его навыках, можно заменить ремкомплект на систему Егида. Но для соло игры делать этого однозначно не стоит. В доп. устройство ставим алмазное напыление. Переходим к имплантам. Повышаем сопротивление корпуса и щитов. Увеличиваем шанс на критические попадания и скорость ракет. Добавляем маневренности и усиливаем критический урон. Есть вариант замены силы критов на скорость полета снаряда, но это уже на любителя. Шарк один из немногих кораблей, который очень прост в освоении и одинаково полезен во всех игровых режимах. Игра на нем строится на поддержке союзников, избегая каши передовой. Благодаря бонусу ауры позволяют усилить практически всю команду и это непременно сказывается на результатах боя. Я без угрызений совести могу посоветовать Шарк всем начинающим игрокам. Берите, не пожалеете. На этом все. С вами был Редзло. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok